Game Freak представляет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Покемон. Версия Эммерауд. Покемон. Версия Эммерауд. Итак, наконец-то я снова продолжаю проходить покемонские игры. Их осталось всего лишь три штуки из основной серии, которую я хотел бы пройти. Эммерауд, Хёрд Голд и Блэк 2. И сейчас всё ещё продолжаем зависать на геймбое. Я, конечно, понимаю, что сейчас сильно популярны ремейки Омега Руби, Альфа, Сапфир, но ввиду того, что среди них нету ремейка третьей части игры, нету... вернее, не третьей, а скорее объединённой части игры, нету Эммерауда, к сожалению. Я бы решил всё-таки забить на все эти ремейки и пройти оригинал, в котором всё равно есть конфронтация с обеими вражескими командами, легендарные покемоны из обеих, опять-таки, версий игр. И, в общем-то, ну, я люблю третьи версии. Они более полноценные и дополненные всем, чем можно. Если бы вышел третий ремейк, я бы его, конечно, записал, но пока что придётся удовольствоваться только... Только тем же геймбоем. Итак, в принципе, у меня, конечно, много... Нечего особо сказать. Игра будет идти так же, как и обычно. Я буду стараться пройти её в основном одним стартовиком, возможно, кем-то там ещё сбоку для помощи. Также буду отвратительно переводить некачественно и тупо. Также буду играть неправильно, там, и так далее. Неправильно определять типы и постоянно допускать ошибки. В общем, всё как обычно. Если вы смотрели мои летсплеи, вы прекрасно знаете, что это происходит всегда, и ничего нового не будет, в общем-то. Только не забудьте поставить текст на максимальную скорость. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, что же нам может преподнести Рион Хоэн из третьего поколения. Покемон Эмералд начинается. Или покемон. Почему я всё время говорю покемон, я и сам не знаю. Видимо, из-за этого дурацкого ударения, которое всё равно никто не использует. Привет! Извини, что заставил тебя ждать. Добро пожаловать в мир покемонов. Моё имя Бёрч. Или Пирч. Но все называют меня покемонским профессором. Это того, что мы называем покемоном. Этот мир полностью наполнен существами, известными как покемоны. Мы, люди, живём вместе с покемонами, так же как вместе играем и помогаем друг другу и работаем совместно над чем-либо. Да. И время от времени мы объединяемся вместе и сражаемся с другими, типа нас. Но, несмотря на нашу близость, мы не знаем всё насчёт покемонов. По факту, здесь есть много-много секретов окружающих покемонов. Чтобы открыть мистику покемонов, я занимаюсь исследованиями. Вот что я делаю. А ты? Ты мальчик или ты девочка? Ну, как обычно, в принципе, я же ассоциирую героя игры именно с собой, поэтому буду выбирать в этот раз Брэндона, а не Мэй. Хорошо, что хотя бы их имена запомнил. Ладно, какое твое имя? Имя, разумеется, то же самое, как обычно, стараюсь, несмотря на то, что у персонажа есть конкретное имя, я всё-таки буду использовать своё, как обычно, в общем-то. Вернее, не имя, а никнейм, разумеется. Это самый лучший вариант. Хотя, если бы хватило надписей, если бы хватило символов, я бы придумал что-нибудь поинтереснее, разумеется. Ну да ладно. Итак, это Джон. А, ладно, ты Джон, который пришёл в мой домик в город, где я живу, под названием Литтл Рут. Я понял это сейчас. Ладно, ты готов? Твоё личное покемонское приключение собирается начаться. Будь храбрым и иди в мир покемонов, где мечты, приключения и дружба ожидают тебя. Что ж, я буду ожидать тебя позже. Приходи в мою покемонскую лабораторию. Оригинальное начало, конечно, трястись в грузовичке. Это вам не просто очухаться в своей комнате. И, видимо, всё. Да, основываем сразу же управление. По крайней мере, начало оригинальное, ничего не скажешь. Если каждая игра начинается с того, что мы торчим у себя в комнате, то есть здесь мы в грузовике, впервые приехали в свой новый дом. Ну, в общем-то, ничего особенного. Ну, хотя бы здесь машины есть в этом мире, рабочие. Джон, мы здесь, дорогуша. Ты, наверное, устал катиться с этими вещами в двигающемся грузовике. Что ж, это город Литтл Рут. Как у тебя нравится? Это наш новый дом. Он имеет какое-то такое странное чувство, но похоже, что это лёгкое место для житья, не так ли? И у тебя есть своя собственная комната, Джон. Давай пойдём внутрь. Покемоны-грузчики делают всю работу, чтобы здесь прибраться и разнести вещи. Это так завораживает. Джон, твоя комната наверху. Иди проверю, дорогуша. Папочка купил тебе новые часы, чтобы отметить наши передвижения там. Эм, не забудь настроить их. Да, интересно, конечно. Работают всё-таки покемоны, а не людишки. Жалко-жалко. Судя по всему, так люди за временем вообще разучатся какую-либо физическую работу делать. Фу-гих. Я даже не могу вспомнить, что это за покемоны. Эм, чем они тут занимаются. Ху-го-ху-го-у-го. Ну, видимо, приматы, если мне не изменяет зрение. Ладно. Забавно, конечно, как мы впервые приезжаем в наш новый дом, уже зная заранее, что мы его только что... Что мы его вот тут покинем, буквально. Ну-ка, что здесь интересненького? Это... Извиняюсь. Это Nintendo GameCube. Game Boy Advance соединён как контроллер. Неплохо, конечно. Ну что, уже 2005 год, в конце концов. Так что неудивительно, что каждый раз приставки от Nintendo прогрессируют. Ну, в каблуке, рискай, всё, ничего интересного нету. Ладно. Ноутбук. Проключение про... Да-да-да, это мы всё знаем. В общем, не нужно было тратить время на всю эту хренатень. Карта региона Хоэн. Вообще, этот регион особенно славен тем, что здесь очень много водных путей. И это, честно говоря, мне шибко-то не радует, потому что я терпеть не могу водные пути. Больше люблю бегать по суше, без всяких дурацких кранчей. Ну, разумеется... Разумеется, сразу же видно, что у нас ещё... Нам предстоит огромный долгий путь. И, как обычно, я буду отмечать каждый ежедневный маршрут на карте. Хотя, разумеется, я не уверен, что я в этот раз буду так же быстро справляться, как в покемон. FireRed. Ну, да ничего страшного. Хм, как обычно, есть кровать, в которой невозможно поспать. Даже как-то грустно. Так, настрой часы. Часы установлены. Пожалуй, стоит их запустить и настроить. Ладно. У нас сейчас 11.11, так что так и поставим, пожалуй. Хотя, конечно, в этом разницы особо нету. Так, есть. Джон, как тебе нравится твоя новая комната? Хорошо. Все уже всё расставили, как положено. Они закончили передвигать вещи и внизу тоже. Эм, покемонские грузчики такие завораживающие. Ох, тебе стоит убедиться, что всё на твоём столе. Всё на моём столе. Ну, ладно, чёрт с ним. Прощай, комната, мы тебя видим один раз и... О, Джон, Джон, быстро, иди сюда, быстро. Посмотри, это гимн Петалбурга. Может быть, папочка будет там. Мы приносим вам сообщение из... Вернее, ну, ладно, короче, мы снимаем репортаж перед гимном Петалбурга. Ох, оно кончилось. Я думаю, папочка был там, но мы его пропустили. Слишком плохо. Ах, да, один из друзей папочки живёт в городе. Профессор Бирч, его имя. Он живёт прямо за следующей дверью, так что тебе стоит пойти и представиться. Ну, ладно, куда же я денусь-то? Я не смогу ли я изучить всё окружение вокруг? Нет, к сожалению. Видимо, это доступно только в следующих играх. Эх, даже как-то грустно каждый раз начинать таким ничтожно маленьким персонажем, который даже не умеет бегать. И на котором находится как же ничтожно маленьком городишке, о котором мы тут же забудем, стоит только из него выйти. Ум-ум-ум, если ты пойдёшь наружу и в траву, дикие покемоны выпрыгнут. Вот блин. Дайте угадаю, эта девочка меня не пустит так просто, да? Конечно, скотина мелкая. Ну и чё? Слишком опасно, пока у тебя нет своего покемона. Ей-то трудно знать, у неё есть свой покемон или типа того. В этом скучном маленьком городке, разумеется, не хочется шибко долго задерживаться. Дом Джона. Хотя, в принципе, все городки в мире покемонов скромненькие, кроме, разве что, города Люмиоза. Так. Если ты используешь комплюктир, ты можешь сохранить вещи покемонов. Сила науки просто хранительная. Да, ещё нужно не забывать то, что здесь... То, что в третьих поколениях всё ещё ограничены размеры рюкзака, поэтому я не смогу таскать слишком много вещей. А в этой игре их будет довольно-таки большое количество появляться, в отличие от Фаерреда. Профессор Берч тратит время в его лаборатории, изучая. Потом он идёт... в дикую природу, чтобы ещё больше изучать. Когда профессор Берч тратит время дома? Ну, очевидно, это не его, так сказать, призвание. Литл Рут Таун. Город, в котором... который не может быть ничем затянёт, или типа того. Мой английский, конечно, по-прежнему ужасен. Но ничего страшного. На том мы обучаемся, как раз-таки, на покемонских играх. Ах, привет, и ты... Ах, ты Джон, наш новый сосед. Привет. У нас есть дочка такого же возраста, как и ты. Наша дочь очень интересовалась новым другом. Наша дочь наверху, я думаю. Ну ладно, ладно. Новый друг или новый жених, какая разница. Привет, сосед. Ты уже имеешь своего покемона? Да, уж уж эти спрайты. Этот ребёнок похож сам по себе на покемона. На Джиглипуфа, хуманизированного. Ну-ка, ну-ка, что он тут лежит? Ах, чёрт, только хотел своровать вещичку. А? Кто, кто ты? А, ты Джон. Так, ты только приехал. Я Мэй, рада видеть тебя. Я мечтал стать друзьями с покемоном по всему миру. Я слышал о тебе, Джон, от моего отца, профессора Бирча. Я надеялась, что ты будешь хорошим, Джон, и что мы сможем быть друзьями. Ох, это глупо, не так ли? Я... я только встретил тебя, Джон. Хе-хе-хе-хе-хе. Ох, нет, я забыла. Я должна была пойти помочь отцу пола поймать дикого покемона. Джон, я поймаю тебя позже. Да? А это что вообще? Это покемол Мэй. Лучше оставить его, где он есть. Покемон полностью восстановлен, вещи готовы, и... Хм, вот делать нечего. Это Nintendo GameCube. Такой же Nintendo GameCube, только почему-то оранжевого цвета. Хе-хе. Вообще точно такая же комната, просто расскажет на другую палитру. Ну, что поделать. В конце концов, цифлю же GameBoy, и поэтому здесь ещё всё сильно ограничено. Это Мэй. Я полагаю, наш ребёнок слишком занят с покемоном, чтобы заметить, что ты пришёл посетить её, Джон. Да, действительно. Вообще, да, опять-таки, в зависимости от того, какого персонажа я бы выбрал, тот персонаж оказался бы сыном Берча. Соответственно, Брэндон тоже мог бы быть им. Но не в этот раз, разумеется. Так, я так понимаю, нужно в лабораторию идти. Хотя, скорее всего, там никого не будет. Ну-ка. А, профессор Берч? Профессор ушёл на работу. Он, короче говоря, не здесь. А, позволь мне объяснить, что за работа. Это изучать вещи в натуральной природе, как поля и горы, вместо лаборатории. Профессор не из тех, кто любит работу за столом. Он тип персоны, которая любит идти наружу и получать вещи... Вернее, смотреть самому своими глазами на все эти вещи, чем читать о них. Ну, в принципе, это хорошая позиция, разумеется. Хм. Действительно. Пока он там бегает и наслаждается природой, один его несчастный ассистент работает здесь за всех. Ой, кошмар. А, привет. Там есть страшные покемоны снаружи. Я могу слышать их крики. Я хочу пойти посмотреть, что происходит, но у меня нет покемона. Ты можешь посмотреть, что там происходит для меня? Ну, ладно. Кстати говоря, да, я прохожу на Visual Boy Advance, поэтому, соответственно, проблемы с туманом, которые были в FireRed, теперь уже... Теперь их уже не будет. Тем более, что я буду использовать приказы ускорения эмуляции и даже сохранения при необходимости. Хотя я, конечно, буду стараться без них проходить. Но, если что, нужно будет запомнить это. Помогите мне. Помогите мне. Вау, за профессором бегает покемон. Честно, вот кусит задницу. Привет, ты вон там, пожалуйста, помоги. В моём мешке, там покебол. Что ты делаешь? Не оставляй меня вот так. Ну, блин. Ладно. Внезапно, не так ли? Вместо того, чтобы получить покемона в подарок, мы должны срочно украсть одного покемона у профессора, вернее, отнять. И у нас есть выбор, разумеется, из трёх старико-треков, как обычно. Есть трико, торчик и маткип. Вообще, конечно, у меня ни к одному из этих покемонов не лежит душа особо, поэтому я просто подумал и выбрал торчика. Просто потому, что очередной огненный тип, который имеет больше преимуществ, так сказать, во многих ситуациях. Ну и... Я, конечно, понимаю, что я уже записал два летсплея с огненными покемонами, это Икс и Файер Эд, но это последний раз. В следующих двух играх я уже буду записывать с водными покемонами, а в первых двух, опять-таки, записывал с травинными, поэтому у меня все типы будут в стартовиках, ничего страшного. Но в этот раз, опять-таки, торчик, я убираю тебя. Да, цыплёнчик. И сразу начинаем с битвы. Вот капец, а. Только обрёл покемона. Какой-то страшный, злобный зигзагунья. Такой миленький, пушистический покемончик, оказывается, представляет угрозу для людей. О, ещё и самочка. Ничего себе. В первый раз за всю серию игр, в которые я играю, мне попалась самка, представляете? Даже когда я просто играл без летсплея, мне продают только самцы, потому что шанс самца 87,5%. Но в этот раз процент немножко другой. Ну ладно. Конечно, значение геймплейного-то не имеет, так что ничего страшного. Пускай ручит сколько хочет, сейчас мы его заваляем. Готов. Фух. Обычно начиналась игра с битвой с Райвелом, но тут, однако, нет. Фух. Я был в высокой траве изучать диких покемонов, когда я выскочил. Ты спас меня. Спасибо огромное. О. Привет, ты Джон. Это не то место для общения, так что приходи мы в лабораторию поджига. Итак, Джон. Я слышал так много о тебе от твоего отца. Я слышал, что ты не имеешь своего еще покемона. Своего личного покемона пока что. Но, судя по тому, как ты сражался раньше, ты определенно уже сделал свой выбор, типа того. Я полагаю, ты имеешь кофе своего отца. Вернее, да, потому что у тебя есть кофе отца в твоих венах и так далее, бла-бла-бла. Ах да, благодаря за спасение меня, я хотел бы дать тебе покемона, которого ты использовал раньше. Джон получил Торчика. Ура. Пока ты на этом, почему бы тебе не дать никнейм Торчику? Да нет, спасибо. Оригинальные имена покемонов, как обычно, лучше. Если ты работаешь с покемоном и получаешь опыт, я думаю, ты сможешь стать определенно хорошим тренером. Мой ребенок, Мэй, также изучает покемонов, пока помогает мне. Джон, ты не думаешь, что может быть хорошая идея пойти посмотреть на Мэй? Ну-ка, а если я скажу нет? Ох, не будь таким говнюком, ты должен встретить моего ребенка. Я сказал нет. Не будь таким говнюком, я сказал нет. Нет, не будь таким говнюком, я сказал нет. Не будь, я сказал нет. Я сказал нет. Ну что ж такое-то, почему мне не дают право выбора, сволочи? Эх, отлично. Мэй наверняка будет счастлива тоже. Эм, дать Мэй поучить тебя тому, что начать быть тренером. Или типа того. Мэй пошла домой, я думаю. Или может быть этот ребенок где-нибудь крутится в высокой траве опять. Если ты или твой покемон устанете, можете вылечиться дома. Ну ладно, это уже хорошая информация. Профессор Бёрч изучает местонахождение покемонов. Профессор наслаждается помощью Мэй тоже. Здесь много любви в этом деле. Оу, ну ладно. Вообще, конечно, неплохо показаны их взаимоотношения таким образом. Вернее, не показаны, а просто расписаны. Прямо-таки идеальная семья. Ты спас профессора Бёрча, я так рад. Да, спасибо, бужуик, я рад, что помог тебе. Такс, ну-ка. Что же у нас там с нашим торчиком интересного связано? Да, тоже самое дурацкая способность, которая не имеет никакого смысла. Натура у нее Харди, сложная. Сложная, сложная торчик у меня. Не помню, что означает Харди. Опять-таки, это, скорее всего, не нейтральная ему... Ой, тьфу-то, не нейтральная натура. Хотя, стоп, нужно было посмотреть статистики. Итак. Извини, я все еще не выздоровел окончательно. Продолжаю кашлять. Атака и специальная атака повышенная. Защита, судя по всему, низковатая. Ну, черт его знает. Пока что в первых уровнях это, конечно, сильно не заметит, что повышенная, а что нет. Ладно. Посмотрим уже на деле. По крайней мере, если повышенная атака, это для меня важнее, чем защита, разумеется. Я же стараюсь убивать всех фарбов с одного попадания, так сказать. Ну, ладненько. Дикие покемоны будут выскакивать наружу в высокой траве. Если ты хочешь поймать покемона, тебе нужно идти в высокую траву и искать. Это мы понимаем, конечно же. Как я уже говорил, разумеется, моя тактика это с самого начала обрести некоторую... Эмм... Некоторый противовес, так сказать, в силах. Преимущество, да. Короче говоря, просто подкачать своего покемона в дикой... Тфу ты, с дикими покемонами в травке, хотя бы уровни так на 10. Ну, конечно, не уверен, что ты честным полностью так заниматься, по крайней мере, в пределах серии. Просто протестируем еще раз по собственности нашего творчика. Ну, конечно, пока что она ничего не может толком. Теперь нужно... тебе нужно каждый раз привыкать произносить она, а не он. Так, ну ладно. Кстати, по чьяночку можно тоже поймать. Миленький такой чьяночек. Зубастенький. Так, и более того, кажется, еще может выучивать некоторые хэмы в будущем, когда эволюционируют дома и тиены. Так, ну ладно. Дорога 101. Ну, в принципе, все то же самое. Те же стандартные основы, обучение и так далее. Ну, вернее, вместо обучения просто ползи по траве и дерись со всеми, кто тебе встретится. И в основном будут встречаться по чьяночке. Одни и те же, блин. Даже одного и того же пола. Может, это не тот же покемон, на самом деле? Решил я преследовать, пока я его не поймаю? Я бы, конечно, его поймал с удовольствием, но у меня, к сожалению, покеболов пока что нет. Мне нужно еще найти Мэй. Возможно, она мне его даст. Хотя, черт знает. Если я сейчас приду к Мэй весь избитый, это будет довольно-таки печальный опыт, короче говоря. Пойдется сейчас вернуться назад, подлечиться. Левел ап. Первый левел ап. Так, атака повышается хорошо, защита вообще не повышается. Мда, неплохо, конечно. Мне даже нравится такой вариант развития событий. Если покемон устал, верни его в покет-центр. Здесь есть покет-центр в городе Олдейл. Рядом совсем, да? Ну, почему бы не сходить, не проверить туда? Если меня сильно тут не загрызут сейчас дикие покемончики. Ну, понятное дело, первые города находятся друг с другом рядом, и задержки, разумеется, не будет. Привет, я работаю в покемарте. Могу я попросить тебя пройти со мной? Это покемарт. Просто здание с голубой крышей. Мы продаем различные вещи, включая покеболы для поимки покемонов. Вот, и хотел бы дать тебе это как рекламную вещь. Ну, как обычно, очередной поушен. Поушен может быть использован в любое время, так что оно более полезно, чем покет-центр в некоторых ситуациях. Ну, ладно. Неплохо, конечно, что меня каждый раз вводят за нос туда-сюда, чтобы объяснить всё, о чём можно было догадаться и так. Эм, клерка говорит, что они всё продали. Я не могу купить покемолы. Да ну. Здорово, пожаловать. Могу помочь тебе. Кхе-кхе. Извиняюсь. Ну да, к сожалению, невозможно купить покемолы. При том, что у меня уже 3000 рублей есть. Я довольно-таки состоятельный на самом начале игры, как обычно. Но пока что могу купить только всякую хрень, не особо нужную. Ну, ладно. Выгоднее будет, конечно, покупать не все эти лечилки, а лава куки. Особенные печеньки полезные, которые будут позже попадаться. Если покемон получает повреждения, теряет свою хп и падает, он не может драться. Чтобы защитить покемона от падений, восстановив его здоровье зельем. Да-да-да-да-да. Ой, кошмар. Вот так вот хочется записывать видео, но, к сожалению, кашель просто не проходит. Я уже целую неделю прошлого лечился, так что вот, приходится мучиться постоянно. Я хочу отдохнуть, так что я сохраняю свой прогресс. Кстати, да, это тоже полезно, хотя у меня всё равно пока что есть быстрые сохранения, так что я ничего не боюсь, в общем-то. Когда покемоны сражаются, они иногда повышают уровень и становятся сильнее. Если покемон становится сильнее, ты не сможешь идти дальше отсюда. Что, или наоборот? Я думаю, он станет сильнее, ты не сможешь... А, вернее, наоборот, ты сможешь пойти дальше отсюда. Да, понятно. Хотя, опять-таки, говорилось, что если покемон слишком сильный, то он там может не подчиняться, потому что бейджиков нужных нет и так далее. Но я, по крайней мере, со своими сортовиками такого не видел. Не знаю, может быть, это только на проданных покемонов распространяется. Я чёрт его знает. Ммм. Этот комплюктер в углу для каждого покемонского тренера. Обычно это означает, что ты можешь тоже его использовать. Обычно. Покемонский интернет-клуб на втором этаже был построен недавно. Но они говорят, что они всё ещё что-то там делают. Ладно, интернет нас не интересует, разумеется, только самое основное. Покемонские центры великолепные. Ты можешь использовать их сервис, как хочешь, в каком угодно раз. И это бесплатно. Ты никогда не должен будешь волноваться. Ну, хорошо. Опять-таки, те же самые три строчки текста для каждого поколения, так что надо это уже не переводить. Так. Жду не дождусь, когда я получу наконец-то свою карту Хоэна. Я только недавно играл в хак покемона... В хак этого третьего поколения. Правда, не помню точно, Эмералда или какой-то ещё игры из этих трёх. И там даже карту не выдавали в руки. Так, соскучился просто по возможности каждый раз на неё посмотреть. Ааа, постой, пожалуйста, не иди туда. Я только что нашёл отпечатки редкого покемона. Подожди, пока я перестану их зарисовывать, ага? Вот говнюк, зарисовывает он там. Да тут нет никаких отпечатков, ё-моё. Эх, ну ладно. Какие только поводы они придумают в каждой игре, чтобы игрока задержать. Например, дедушка, валяющийся на дороге и требующий кофе, блин. Это вообще была просто порзость, по-моему. Такой повод придумать для задержки меня. Ой, кошмар, конечно. Ну-ка. Когда покемонская битва начинается, один остаётся слева. А, вернее, тот, кто находится в лево верхней части листа, выходит первым. Да, понятно. Кто здесь больше покемонов, ты можешь их выстраивать как хочешь. Это даст тебе преимущество. Ну, это всё, конечно же, знаем. В общем, как обычно, стандартные азы во всех домах, ничего нового. Город Олдейл, где вещи начинают... Начинаются, короче говоря, как обычно, в общем-то. Такс. Я думаю, что это начать с того, чтобы всё-таки потратить немножко времени на апгрейд своего покемончика. Опять-таки, там можно очень хорошо делать, постоянно прокручивая эмулятор. Это просто идеально. Так. Номер один. Номер два. Правда, приходится каждый раз самому удерживать кнопку. Но, в принципе, это проблема не вызывает. Левел ап. Я, конечно, извиняюсь за такую нечестность. Но, в конце концов, это ведь тоже полезно будет. С самого начала иметь преимущество и точно знать, что я, по крайней мере, не сферлюсь в битве. Я привык к таким вещам. Я не люблю проигрывать, я не люблю начинать всё-либо заново, в том числе и в летсплее особенно. Но я, тем не менее, не хочу чипы использовать. Левел ап. Просто где-то уровня до десятого нужно подкачаться, по идее. И этого уже будет теоретически достаточно, чтобы можно было спокойно продвигаться дальше. Тем более, что дальше начнут попадаться опять-таки тренеры всякие там, ловцы жуков долбанные, которых я терпеть просто не могу. Но, к сожалению, они всё равно есть, и никуда от них не деться. Меня только радует скорость эмуляции в таком режиме. Она гораздо больше, чем то, что я видел на NoGBA эмуляторе, или то, что я вижу на DS-ке. В общем, очень даже выгодно, если что. Можно включить любимый сериал и просто качаться себе отдельно на фоне в маленьком окошечке. Так, как я обычно, вообще-то, и делаю. Левел ап. И последний левел ап еще быстренько набрать, пока есть такая возможность. Ну, извиняюсь, конечно, что качу ваше время, просто уже серию пока что заканчивать не хочу. Слишком уж как-то рановато. Я обычно риск записывать, опять-таки, полчаса, от полчаса до сорока минут, так что ничего страшного. Такс. У нас еще, опять-таки, больше проблем ожидает пушечка, когда я доберусь к DS-ке, потому что Хёрд Голлд и Блэк 2, это довольно лагающие игры, которые было тяжело было проходить, не то что записывать. Вот так, конечно, начнутся реальные проблемы. Но пока что так, просто легкая расслабленица. Такс, ну ладно. Подкачаться-подкачался, можно теперь уже и дальше спокойно идти. Ну, разумеется, фигушки. Вообще, каждый раз теперь такие пафосные мелодии для битв с обычными покемонами, даже пафоснее, чем битвы с трейдерами, как ни странно. Видимо, потому что покемоны дикие считаются опаснее. Такс. Хе, так приятно теперь уносить больше урона и уносить практически с одного удара противника. Ну, опять-таки, да, полного совершенства еще придется долго и долго качаться у горна. Ну, я надеюсь, я с этим справлюсь. Левел ап. Так, пока что уже начинает складываться так, что опять-таки, да, базовая защита ниже, а вот атака высокая. Вся новая огненная атака, превосходно. Теперь смогу еще и рвать все эти цветочки ловцов-жуков, которые находятся тут вокруг, вокруг, как обычно, в общем-то. Такс. Я так понимаю, у меня линейный путь пока что, никакого выбора нет. Хм. Очередной путь для серфа в будущем. Мой покемон очень устал, мне нужно было взять с собой зелице. Мог бы у меня купить зелице. Но нет, как хотите, так выбирайте из своих проблем. А вот и мэй торчит. Когда она вообще успела убежать из города, когда я только-то-когда я, казалось бы, только что был на той дороге единственной из города, ее там не было бы, только профессор Берч. Почему она вообще не помогла своему отцу, не знаю. Сволочь такая. Такс. Да, нужно, конечно, не забывать то, что я сильно увезлим к подобным атакам. Хотя, все равно, с самого начала водные типы будут попадаться редко, ничего страшного. И подыхать довольно-таки быстро. А вообще, да, нужно будет поймать Вингулла, мне же сразу нужен покемон, который может летать, я так думаю. Такс. Ладно. Мэй. Давайте посмотрим. Покемон найден на дороге 103, включает... О, привет, Джон. О, я вижу, мой отец дал тебе покемона в подарок. Поскольку мы здесь, давай быстренько подеремся. Я дам тебе вкус того, что значит быть тренером. Хм. Ого, это круто. Джон, ты определенно хорош. Как обычно, в общем-то. Я думаю, я знаю, почему мой отец положил глаз на тебя. Я имею в виду, ты просто получил того покемона, но он уже нравится тебе. Вернее, ты уже нравишься ему, или типа того. Ты, наверное, будешь способен подружиться с любым видом покемонов легко. Что ж, пришло время возвращаться в лабораторию. И поскакала тут же. Да, ни ответа, ни привета. Ну ладно, главное не забывать, что в этот тупик можно больше не заходить, потому что никого здесь больше нету. Ну что ж, пора, конечно, уже прерывать серию. Но сначала, прежде чем это мы сделаем, я все-таки еще разок зайду в лабораторию. Че он тут стоит вообще? Джон, сюда! Давай потропимся домой. Да я понял, понял, понял. Завершим серию на том, чтобы меня уже наконец-то полностью отпустили в мое новое приключение. Никакие уже уроды со своими отпечатками покемонов меня не задерживали по пути. Такс. А куда домой-то идти, к ней или в лабораторию все-таки? Это в лабораторию, раз уж мы-то... Раз уж мы встретились один раз с Берчем и с Мэй. Наверное, это должно быть вместе. Ну да, я угадал. О, привет, Джон! Я слышал, что ты побил Мэй с первой попытки. Это отлично. Мэй помогала с моим исследованием долгое время. Мэй имеет прекрасную историю как тренер уже. Вот, Джон, я... Вернее, я получил приказ для этого исследования. Но я думаю, что тебе стоит получить этот Покедекс. Прекрасный перевод. Ладно. Покедекс это высокотехнологичный девайс, который автоматически записывает всех покемонов, которых ты встречаешь или ловишь. Мой ребенок Мэй идет... Ходит везде с ним. Где бы мой ребенок не ловил редкого покемона и записывал его данные в Покедекс. Что ж, Мэй... Ищет меня, когда я делаю работу и показывает мне. Ох, привет, Джон. Ты тоже получил Покедекс, да? Это отлично. Просто как я. У меня есть кое-что для тебя тоже. Теперь у Джона есть Покешары. Это весело, если ты сможешь получить много покемонов. Я собираюсь искать места, потому что я... Я собираюсь осмотреть все места, потому что я хочу разных покемонов. Если я найду любых миленьких покемонов, я поймаю их с Покешарами. И все. Даже без инструкции, как использовать Покешары. Даже странно. Интересно, куда бы мне пойти искать покемонов дальше? Бесчисленные покемоны ожидают тебя. Ах, я просто... А мне нужно возвращаться к работе или типа того. Ну ладно, черт с ним уже. Да, все то же самое, все то же самое. Ну в общем, все, я так понимаю, меня просто отпускают на все четыре стороны, как обычно. Хотя стоит, пожалуй, зайти еще к матери. Ага, она и так меня ждет. Постой, Джон! Джон, Джон, ты представил себя к профессору Бёрчу? О, какой милый покемон! Ты получил от профессора Бёрча? Как мило! Ты ребенок своего отца, в конце концов. Выглядите хорошо вместе со своим покемоном. Вот, милый. Если ты пойдешь в приключения, носи эти бегущие кроссовки. Они позволят тебе нестись, как ветер. Да, только приехал, называется, тут же уходишь из дома. Круто. Джон, эти ботинки имеют инструкции. Нажмите Б, пока носите ботинки, чтобы бегать очень быстро. Да, бегайте, бегайте, бегайте и так далее. Бла-бла-бла. Думать, что ты наконец-то отправился в свое собственное покемонское приключение, твой отец был бы просто счастлив. Но, пожалуйста, будь осторожен. Если что-то случится, ты можешь пойти домой. Иди, теперь заразделайся с ними, милашка. Прекрасное пожелание, конечно. Ну ладно, пора разрешать серию, мы разрешим ее как раз-таки у себя дома. Так уж и быть. Поиграемся еще немножко в приставочку. Как ты делаешь, Джон? Ты выглядишь уставшим. Я думаю, тебе стоит отдохнуть немножко. Как ты делаешь, Джон? Кого я там делаю? Берегись, милашка. Ну ладно. В общем, нас действительно ожидает серьезное приключение. Хоть у нас пока что еще нет своей карты, но мы обрели покемона, обрели свою уверенность в силах и будем готовы к тому, чтобы уничтожить все на своем пути, как обычно, в принципе. Остановить все зло, увидеть легендарных покемонов и снова стать чемпионом. Но в принципе все стандартно, как и для любой игры из этой серии. Увы. Ну что ж, а пока что небольшой отдых и, правда, придется на моей карте практически ничего не отметить. Увы, потому что я все еще ничего не исследовал толком-то. Только добрался до этого города несчастного. Ну да ладно. Самое интересное ждет нас в будущем. А пока что, небольшой перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok